Кризис в Сирии настолько серьёзный, что международное сообщество не в силах что-либо предпринять. Оно не может даже проверить противоречивые сведения, поступающие из районов, где идут боевые действия. Именно такую информацию мы сейчас получаем из Адры и Алеппо. А именно, что в результате авиаудара сирийской армии по позициям боевиков в Алеппо погибло 13 человек. Наступление правительственных сил на северный оплот оппозиции продолжается уже третий день. Источники на местах говорят о по меньшей мере 100 погибших. Среди них около 30 детей. Из-за хаоса в стране среди боевиков активизировались экстремистские группировки. И сейчас, по сути, именно они управляют оппозицией. И в самой Сирии, и за рубежом многие с самого начала предупреждали о таком повороте событий. Но только сейчас большинство, и особенно международное сообщество, начинает понимать, что творится в Сирии. Даже Запад перестал настаивать на отставке президента Ассада. Мы наблюдали это 13 декабря на встрече группы друзей Сирии. Западные сторонники сирийской оппозиции высказали за то, чтобы Ассад остался во главе государства. Потому что среди оппозиции все больше распространяется влияние экстремистов, связанных с Аль-Каидой. По сути, если бы Ассаду пришлось уйти с поста президента страны, то Сирия могла бы превратиться в прибежище террористов. Продолжение следует...